Мальчишка упирался как мог, капризно повторяя. «Не хочу!» Но мать тянула его за руку, терпеливо твердя, не повышая голоса. «Ромочка, ну пожалуйста! Мама опаздывает! А потом мы поедем в зоопарк. Ты же хочешь в зоопарк?» Мальчишка кивнул, пытаясь освободить руку из ее ладони, но мать держала его крепко. Обычная уличная сценка, ничего особенного. Для кого-то другого, но не для меня. Малышу было года три, и при одном лишь взгляде на него вдруг сдавила грудь, и я подумала. «Каково это — идти за руку со своим сыном?» Блондинка, сокрушенно качающая головой в ответ на очередную «не хочу!» уже с трудом сдерживала раздражение, а я — зависть. Будь я на ее месте. Будь я на ее месте, не качала бы головой в ответ на его капризы, а прижала бы к себе покрепче и никогда, никогда не отпускала ни на минуту. Глупости. Так не бывает. Отпустить все равно придется. Рано или поздно. И тогда, быть может, сегодняшнее недовольство покажется безоблачным счастьем. Как известно, все познается в сравнении. Я отвела от парочки взгляд, сделала глоток успевшего остыть кофе и вновь повернулась к мамаши с мальчишкой. Они прошли совсем рядом. Красивая женщина лет тридцати, с длинными светлыми волосами, такими ухоженными, словно она только что снималась в рекламе шампуня. И мальчишка в шортах. Широкой футболке с жирафом и надписью по-испански. Наши животные ищут друзей. В отличие от меня, у женщины все в порядке. И слава богу. Каприза сына — единственная неприятность на сегодняшний день. Обеспеченная, спокойная жизнь. Я что, завидую? Ага. Не ее внешность и достатку. Судя по одежде и сумке Луи Виттон, блондинка вряд ли нуждалась. А тому, что она сжимает теплую ладошку своего сына. Иногда для счастья надо совсем мало. Или очень много. То, что судьба никогда тебе не даст. Как раз мой случай. Я взглянула на часы. Хотя торопиться мне некуда. Утром муж уехал в командировку. Минимум на неделю. Возможно, больше. Последний год он жил так. Точно мы нормальные люди, которые могут ездить в командировки, к примеру. Впрочем, почему бы и нет? Фокус в том, что мы по-разному относимся к жизни. Мужчины, как известно, прагматики. Жизнь продолжается. И все такое. Женщинам куда сложнее избавиться от тараканов в голове. У меня их была целая армия. Хотя, наверное, все проще. Я скучаю, несмотря на то, что расстались мы лишь утром. Не хочу идти домой и понятия не имею, как протяну без него неделю. Торговый центр находился всего в трех кварталах от места моей работы. И я довольно часто сюда заглядывала. В этот день бродить по магазинам оказалось совсем не увлекательно. И я устроилась в одном из многочисленных кафе. Его достоинством была открытая веранда, а точнее, столики просто вынесли на улицу, огородив по периметру кованым заборчиком и натянув тент, крепившийся на четырех столбах внушительного вида. Совсем рядом детская площадка. Пластмассовые домики, горки, песочница и даже корабль с парусами из той же пластмассы. Мальчишка, при виде всего этого великолепия, занял громче. «Ну, пожалуйста, милый», — уговаривала мать, — «мы зайдем только на минуточку, а потом сможешь покататься на горке». В ответ мальчишка топнул ногой и отчаянно завопил. «Хорошо, хорошо», — покачала головой блондинка, и они направились к горке. Им навстречу вышла девушка лет двадцати, в сарафане, в горох и косынка с козырьком. «Аниматор?» — задалась я вопросом. Хотя раньше не замечала, чтобы кто-то здесь занимался с детьми. Блондинка взглянула на часы, совсем как я недавно, и обратилась к девушке. «Вы не присмотрите за моим сыном?» Девушка нахмурилась. «Пожалуйста», — проявила настойчивость мамаша. «Я вам буду очень благодарна. Если только недолго. Минут пятнадцать, очень вас прошу. Пятнадцать минут, не больше. У меня нет времени». «Да, да». «Побудь немного с тетей», — обратилась она к сыну. Помахала ему рукой и направилась к дверям торгового центра. Очень поспешно, едва ли не бегом. Что было затруднительно. На мамаши золотистые босоножки с каблуками сантиметров двенадцать. Мальчишка съехал с горки, и девушка в сарафане взяла его за руку. «Идем в песочницу». Они направились в дальний конец площадки. Проследив за ними взглядом, я заметила карапуза, который появился из пластмассового домика, и смешно... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...